Давайте откроем Евангелие от Матфея, 16 главу, с 13 по 19 стих. Пришедший же в стране Кесарии Филиппева Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого. У Александра Амени есть такая книга, Сын Человеческий. Советую, читайте эту книгу, она мощная. Они сказали, одни за Яна Крестителя, другие за Илю, а Инея за Еремию, Илья за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Иисус видел, что ответ неверный, что вы считаете за пророка, за Еремию, за Даниила. А вы за кого почитаете Меня? Кто-то говорит, Сын Давидов, кричал, кто-то Илья, кто-то Ян Креститель. Это ученики отвечали, народ говорил. Народ говорит, что он один из пророков. И ученики говорили Иисусу, что народ так думает. Была неясность в народе, кто есть Иисус Христос. И такая же неясность сегодня в народе, кто есть Иисус Христос. А Иисус, недоволен ответом, говорит, а вы за кого Меня почитаете? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал Ему в ответ, блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне Я создам церковь мою, церковь мою, церковь мою. И врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи, Царство Небесное, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Церковь – это не то, что люди придумали. Церковь – это то, что Бог открыл. И основанием церкви является Иисус Христос. И когда Петр получил откровение от Отца Небесного, что Иисус – ты Сын Живого Бога, Иисус говорит, я на этом камне, на этом основании, на этом фундаменте построю церковь мою. И врата ада не одолеют эту церковь и дам тебе ключи Царства, ключи Царства Небесного, ключи Царства. Потому что Петр говорил, что Иисус Христос, как Царь, как Господин, Он имел это откровение. И христианство – это не продукт человеческих умозаключений. Там в народе было такое представление, к сожалению, когда мы сегодня говорим, что есть церковь, или когда говорим церковь, все, у каждого человека свое представление о церкви. Кто-то сразу католическая церковь, представление, кто-то православная церковь, кто-то баптистская, кто-то пятидесятническая, кто-то считает церковь – это саентологи с какими-то бубнами, это Харе Кришна, еще что-то, еще что-то. У каждого свое представление. И это проблема. Потому что Иисус, когда увидит, что у каждого свое представление, кто-то считает за Илю, кто-то считает за Ерем, кто-то считает за Даниила, кто-то сын Давидов, Он говорит, Он дальше продолжает вопрос, и Ему нужен был точный ответ. Он хотел, чтобы хоть кто-то знал и понимал, что есть церковь. И когда Петр сказал, что церковь – это Иисус Христос и основание церкви, Иисус Христос – глава церкви, тело Христа – это церковь. И христианство – это религия откровения, а не религия философии. И откровение – это инструмент, чтобы познать Бога, или инструмент богопознания. Мы не можем познать Бога без откровения. Мы не можем познать Его славу, Его силу без откровения свыше, без Отца Небесного, как Петр получил откровение. Иисус говорит, блажен ты, Петр, что тебе не плоти, кровь открыли. А Отец мой, Сущий на небесах. Итак, строительством церкви занимается Христос. Говорит, я вас создам церковь. Если мы имеем откровение, что Иисус Христос – Сын живого Бога, как Царь, и есть правильный фундамент, правильное основание, Господь возьмется за созидание этой церкви. А если нет правильного фундамента, правильного основания, Бог не будет строить без правильного фундамента. Бог не вовлекается в это строительство. Тогда вовлекаются люди. Есть одна церковь на этой земле – церковь Христа. Другой церкви нету. Одна церковь, одна церковь, одна вселенская церковь. Христос, Христос, как глава церкви – это одна голова. Это означает, что у него одно тело, одна церковь. Вопрос в том, что многообразие, разнообразие – наше единство. Но церковь одна. Нет много церквей. Есть одна церковь. И эта одна церковь строит Христос на основании откровения. Строительным материалом строительства церкви является откровение. Строительный материал нашего духовного, строительство духовного человека – тоже откровение. Петр говорит, устроите из себя дом духовный, чтобы принести благоприятную жертву Иисусом Христом. Мы – это храм Святого Духа. Каждый человек, который верит в Иисуса Христа, как силу Божьего, он превращается в храм Божий. А храм Божий строится по принципам и по законам Божьим. И когда Христос – основание, мы знаем, что Христа не смогла победить никакая адская сила, никакая сила смерти, никакой грех, никакой безд, никакой дьявол. И уже церковь Христа существует две тысячи лет. Почему? Потому что в фундаменте церкви – Иисус Христос. Покажите хоть какое-то учреждение, которое просуществовало, продержалось две тысячи лет. Покажите хоть какую-то другую организацию, кроме церкви, которая уже две тысячи лет существует. И не только существует, а продвигается вперед. Двигается вперед. Живет посреди гонения, одиночества. И никакая сила не смогла убить церковь Христа. Церковь пережила все эпохи. Почему? Потому что Бог созидает церковь. Потому что Бог стоит во главе церкви. И никто не может победить Бога. Нет такой силы. Любой, который объявляет войну церкви Христовой, объявляет войну Богу. А это проигрышный вариант. Это безнадежно наступать на церковь или поднять руку на церковь Христову. Христос всегда заступается за свой народ и за свое строение. И говорит, это мое строение. Это мой фундамент. Это мои люди. Это мой народ. Это мои дети. Это мои, за которых я умер и воскрес и искупил, и оправдал, чтобы они приходили в Дом Божий и славили мое имя. И каждый человек, который приходит в церковь, приходит со своими культурными ценностями. Мы приходим в церковь и имеем разные социальные происхождения, разные поколения из разной культуры. Только в церковь Христа может собраться в одно место разных людей, чтобы было как целое что-то из разных народов, из разных племен. Церковь – это новый класс Божьего творения. Это новый народ. И в церкви есть культура Христа. И это христианская культура. И в основе христианской культуры должна лежать нравственность и морал. Святость является основанием христианской культуры. Воспитание, интеллигентность, аккуратность, вежливость, уважение, пощадь. Культура сегодня вовлекается во все сферы жизни. Но если в основании любой культуры нет христианской нравственности, морали, нет святости, то это нельзя назвать культурой. Это бескультурщина. А мы приходим в церковь все, чтобы познать великого Бога, познать Иисуса Христа и жить по откровениям Его. И основная цель водного крещения, чтобы сбросить с себя тот груз, те проблемы, которые наследовали в прошлом, из мира, из греховной жизни, груз человеческой культуры, чтобы взять Божью культуру на себя. Это начало нового чего-то. По Христе Иисусе мы новое творение, все древнее прошло. Новый разум, новая жизнь, новое понимание, новая культура, новая судьба, новый человек. Так что Бог прощает наши грехи. И сегодня есть греховная культура, если можно так назвать. Сегодня есть в разных народах разные культуры выпивок, выпивают люди. Это культура. Водка на столе. Это уже часть культуры. И сегодня хамство становится частью нашей культуры. И мы это видим сегодня в сфере обслуживания на нашей земле. Грубость, оскорбление, неуважение, хамство. Это не то, что пришло от Христа. И это не является частью христианской культуры. Еще церковь Христа, она должна получить откровение о Христе, что Иисус Христос Сын Живого Бога. Что это Бога-человек, это Сын Человеческий. Это новая жизнь, это новое творение, это новое движение, это новое явление. Церковь, она победит всякую культуру смерти. Церковь, она победит всякую коррупцию. Церковь, она победит всякое зло. Церковь, она победит всякое хамство, всякую грубость. Церковь, она победит Всякое проклятие на этой земле. Церковь, она победит. Потому что в церкви есть сила Божья. И мы победим свое хамство. Свое невежество. Церковь победит невежество. Гибнет народ из-за недостатка видения. Из-за невежества. Из-за незнания. В какой бы сфере мы не коснулись бы. Если там есть невежество. Там есть маргинальность. Маргинальность и коррупция. Они идут рядом. Коррупция или криминальность. Потому что именно среди криминальной среде коррупция процветает. А если есть культура христианская, культура Христа, там отсутствует. Криминальность, преступность, преступление. Значит отсутствует элемент коррупции. А коррупция это экономическая гангрина. И когда есть экономическая гангрина, никогда не будет процветать страна, если в этой стране есть экономическая гангрина. Когда есть гангрина, обязательно нужно ампутирование. Все взаимосвязано. Человек, культура, экономика. Все взаимосвязано между собою. И слава Богу за Христа, слава Богу за церковь. Иисус приносит свою культуру. Это культура жизни. Святость и есть культура жизни. Грех это культура смерти. Поэтому мы не должны культивировать грех. Мы должны культивировать святость, праведность, чистоту, искренность, прозрачность, вежливость. И святые люди это интеллигентные люди. Святые люди это воспитанные люди. Только Христос может нас делать такими. И вот смотрите, почему мы говорим о культуре. Потому что на нашей земле сегодня, вообще в мире, мы видим переселение народа, мы видим эмиграцию. Мы видим эмигранты, эмигранты, еще другим каким-то уничтожим словом говорят о них, которые приезжают на заработки в наши города, наши земли. И мы видим, какое движение. И мы видим межнациональные проблемы. Мы видим гражданские войны. Мы видим социальные потрясения. Мы видим серьезные проблемы. Межнациональные конфликты. Этноконфессиональные конфликты. И как можно снять это напряжение или решить эту проблему в нашем обществе? Если церковь не получит откровения об этом, не поймет, и не будет вмешиваться, и не будет молиться Богу, чтобы Бог благословил, чтобы напряженность упала, то Ближний Восток недалеко от Дальнего Востока. То, что происходит там, однажды, это может все перекинуться сюда, а нам никому это невыгодно и неудобно. Смотрите, Евангелие от Иоанна, 4 глава. Я славлю Бога за Иисуса, что Он однажды нашел меня. И смотрите, в нашей церкви есть разные народности. Русские, украинцы, белорусы, таджики, армяны, осетины, лезгины, китайцы, корейцы, буряты, якуты. И мы все живем мирно, и мы все живем дружно. Христос и собирает людей вместе, которые никогда и не хотели бы вместе встречаться, никогда не хотели бы вместе за стол садиться, никогда не хотели бы вместе одну пищу кушать, никогда не доверяли друг другу, люди в основном не доверяют друг другу, народы, люди, разные, не хотят встречаться, не хотят общаться, Даже не то, что из разных народов, в одном народе, соседи не встречаются друг с другом, это проблема. Они не знают, как зовут друг друга, они знают проблемы. Мы поставили заборы, все эти физические заборы, которые мы ставим и поднимаем выше нашего дома, говорят о внутренних заборах, которые мы поставили внутри себя и закрываемся от всех людей. И это дьявол, который разрушает целостность людей, целостность народа. Дьявол, как целостность одного человека, разрушает целостность народа. Только Иисус Христос, Сын Живого Бога, может вернуть целостность человеку, чтобы дьявол не превратил человека в кусочки или фрагменты. И поэтому у людей сегодня фрагментальное мышление. Фрагментальное мышление. Что это? Люди мыслят фрагментами. Люди в основном думают только о еде, о чреве своем. Все, еда. Но ведь еда это не вся жизнь, это часть жизни. И можно много другие аспекты рассматривать в своей жизни. И Иоанн пишет о том, 4 глава, 4 по 9 стих, говорит, «Надлежало же ему проходить через Самарю. И так приходит он в город самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Яковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца, было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии, почерпнув с воды, Иисус говорит ей, «Дай мне пить». И ученики его отлучились в город купить пищу. Женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи, самарянки не сообщаются. Не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Иисус Христос знал, что иудеи с самарянами не общаются. И женщина знала, что иудеи с самарянами не общаются. И ее удивило, что Иисус, как иудей, начал разговор с ней. У нее было предупреждение, межнациональная была проблема. Но Иисус, видя эту межнациональную проблему, у каждого народа есть своя культура. У каждого народу свойственна религия определенная, конкретная. Иисус, Он своим общением, своим разговором с этой женщиной разрушил предупреждение в сознании этой женщины, что если до этого иудеи с самарянами не общаются, то я есть тот, который соединит два в одном. Иудеи с самарянами будут общаться. И Он стер границу между евреями, между иудеями и между самарянами. И когда была проблема у женщины, у матери, хананьянки, она тоже была не еврейка, но она приходила к Иисусу, просила, чтобы исцели дочь мою, изгони из нее беса. Она беснуется. Иисус, Он знал всю эту проблему. Но не то, что Он назвал ее псом. Он просто объясняет. Послушай, а на самом деле ты хочешь стирать эти границы? Ты веришь, что от евреев, от иудеев что-то может быть доброе, что я сын живого Бога? Она стояла и верила, что это Иисус Христос. Когда есть откровение о том, что Иисус есть сын живого Бога, у нас есть один Отец Небесный, тогда стирайте все границы. И мы понимаем, что Бог сотворил все человечество от Адама, весь род человеческий Он произвел от Адама. И эту проблему можно решить только во Христе Иисусе. И только Иисус Христос может решить эту проблему. И сегодня работа или труд с иммигрантами, чтобы было должное отношение к ним, уважение, пощадание и любовь, как к своим, как к ним. Нужен Иисус Христос, нужна Его любовь, нужна Его мудрость, нужны Его понимания, нужен Его подход. И не отчуждаться от них. Иисус не шарахался от этой женщины, хотя женщина, во-первых, она была из другого народа, а во-вторых, у нее было очень плохое поведение, легкого поведения было. Но Иисус, Он сломал все эти барьеры. Мы даже не знаете, как апостол Петр, помните, когда Корнилий молился, и Петр в это время был в выступлении, и вдруг он видит какие-то там присмекающиеся, они с неба спускаются, он видит видение. И Бог говорит, стан, заколи и ешь. О, Господи, это что-то нечистое, это что-то нечистое. Он говорит, все, что я очисти, не почитаю нечистым. Все, что Бог очищает, ты считай нечистым. Кто ты такой, что ты даешь оценку, чист или нечист? Это Бог может дать оценку, чист или нечист. Именно Иисус Христос умер за всех, из-за китайцев, из-за узбеков, из-за таджиков, из-за армян, из-за русских, из-за всех. Он очистил все народы, все племена. Он не умер только для армян, Он не умер только для корейцев, Он не умер только для белорусов, он умер для всех народов, для всех племен. Его сила крови имеет возможность очистить и осветить все народы, все племена и всех людей, чтобы мы могли жить под одним кровом Отцом Небесным. Его имя, друзья, Господь Саваоф. И в данный момент, что заставило встречаться Иисуса с этой женщиной? Колодец. Колодец их привело в одно место. Нужда. Иисус хотел пить, она хотела пить. И сегодня есть нужда у этих людей, они переезжают сюда на заработки. Если в нас живет Христос, мы тоже так же должны поступать с этими людьми, они не имеют какое-то пренебрежение к этим людям или считать их вторым сортом. Они тоже такие же люди, двумогие, два глаза, два уха, один нос, две руки. Они тоже хотят жить, они тоже хотят пить, как ты хочешь пить. Они также хотят одеваться, греться. Они тоже хотят жить нормальной жизнью. Поэтому мы должны здесь молиться Богу и иметь характер Христа, ум Христов, в чувствование Его, Его сердце, Его дыхание, Его отношение, Его подход. Если церковь этим не займется, если церковь не начнет ликвидировать всякую ненависть, всякую вражду, смотрите, смотрите, классический пример. Я вот когда прочитал сегодня Ефесянам вторую главу, давайте откроем. Даже Агарь, если вспоминаете Агарь, помните, служанка Сары. Она рожает от Авраама Измаила, а Измаил становится отцом, отцом мусульман. Там, слышите, и когда Агарь со своим сыном, с Измаилом в пустыне, там что? Она там видит колодец, Бог ему открывает колодец. Колодец! Колодец может объединить нас. Колодец здесь, это прообраз Иисуса Христа. И вот смотрите, колодец, где Бог открыл пустыню для Агарь, возле такого же колодца, Иисус приходит и уже начинает тему переводить. Слышишь, говорит, ты, дорогая, ты сюда пришла пить воду, и там когда-то, может, Агарь пила воду там в пустыне, но запомни, но настоящую воду, это я тебе дам воду жизни, жизни вечной. У меня жизни вечной нуждаются все, и все должны идти в небеса. Никто не должен идти в ад, потому что в аду вечно люди будут гореть и мучиться, и страдать. И любовь к Христа заключается в том, что Он хочет, чтобы туда и китайцы, и армяне, и грузыне, и осетине, и мусульмане, и русские, все пошли в небеса. В небеса не будет, что только украинцы, и говорят на небе только на украинском языке. На небе не будет только русских, на небе не будет только армяне, на небе будут со всех, со всех народов, со всех племен. Давайте тогда отнесемся на этой земле так друг к другу, как сегодня есть там на небе отношение ко всем народам, со всей народности. Это есть любовь Отца Небесного. Она не лицемерная, как у людей, и Он не смотрит на лица, как люди смотрят. Он смотрит на сердце, ибо во всяком народе, боящихся Его, но же мой приятен Ему, ибо у Бога нет никакого лицеприятия. Знаете, не было никакого взаимодействия между иудеями и самарянами. Говорят, что ортодоксальная еврейская религия гласит, если язычник ел из тарелки еврея, то еврей должен обязательно разбить эту тарелку. И поэтому евреи, они сегодня едят ту пищу, одевают ту одежду, которую не едят язычники, и не одевают эту одежду язычники. Итак, одежда говорит о чем? О культуре, о народности, о природной жизни. Пища тоже. Все пропитано в музыке, в искусстве, везде. Посмотри, художники выражают культуру, актеры, режиссеры, кинематографы, мультики, театры, все везде. Без культуры мы никуда не денемся. И нам нужно культурное сообщество во имя Иисуса Христа. Без Христа нет никакой культуры. Если Христос будет, потому что Христос приходит и приносит свою культуру. Культуру Отца Небесного. Культуру Бога. Культуру святости. Культуру. Взаимопонимание, взаимопомощи, поддержки, уважения. Добра. Делать добро – это культура. Это культура. А мы должны культивировать добро на этой земле. Если мы не будем делать это, кто будет делать?